Главное событие вечера, всё очень серьёзно. Ислам Макоев только что был представлен. Заводник на рознику червоным, Ма 29,177 см взрослых, Сточил 20 поединков, Всего 16 поединков выиграл, Пане и панове, Адриан, Адриан Желинский. Адриан Желинский. В шерунде по 5 минут, Валькенок тегонис и джиэй, рефери Марко Борсен. Легко бойцов различать. Чёрные шорты, Перчатки с синим скотчем, Ислам Макоев, Соответственно, зелёные шорты, Перчатки с красным скотчем, Адриан Желинский. Ну что ж, местный, Местный герой против Заезжего молодца, В данном случае заезжим молодцом является Ислам Макоев. Давайте смотреть, что будет. Несовая категория до 70 килограммов, 300 граммов, Напомню ещё раз. Забирает тут же Адриан Желинский На правах хозяина центра октагона. Лоу-кик. Его исполнение мы только что увидели. Видимо, Адриан предпочитает разведку боем. Вот так настроен, но очень решительно. Вот у меня лично показалось, Так и ночью он, даже когда заходил в октагон, Был на взводе. Опа! Ислам Макоев оценил эти удары. Я думаю, что он пока просто присматривается. Мы ещё даже не начали работать. Сам. У Шира в исполнении Макоева. Если говорить про удары, то у Адриана неплохие скоростные показатели. Ну, в общем, лёгкий вес лично мне чем интереснее. Опа! И показал, что есть держалка поляк. Пропустил он серьёзный слева навстречу. Да, вот Ислам нанёс очередной удар у вас правой рукой. И тут же вошёл в ногу. Сейчас будет пытаться, видимо, свалить его в партер. Но поляк не лыком шит, мы видим. В принципе... Но опять же Ислам поджимает его к сетке. Да, тут же подтащил. Так. Что случилось? Был удар локтем Адриана. И ему сделали устные замечания. Да. По правилам ММА локти не работают. В спину. Особенно в спину. Захлопывает гард. Захлопывает гард. Казалось бы, польский боец. И вяжет, вяжет пока Ислама. Ну, на самом деле, это такое положение, достаточно активное. То есть из него можно вот и разорвать дистанцию, и выйти на болевые приёмы. Встаёт польский боец. И при этом встаёт достаточно неплохо. Хотя, хотя, хотя... Ну, нога находится под контролем Ислама. И это значит, что вероятность броска высока. Высока, совершенно верно. Но, тем не менее, смотрите, боляк на выходе из клинча провёл ещё и боковой слева в голову Исламу Макоеву. Да, мы уже увидели, что бойцы достойны друг друга. И лёгкой победы здесь не будет. Ни для кого. Абсолютно. Хорошо, хорошо сейчас поработал польский боец. Да, разнообразно работает и меняет уровни, и удары доходят до цели. Но Ислам Макоев, не робкого десятка, огрызается. Лоу-кик от Макоева. Двоечка. Вот здесь, кстати, был бы чуть-чуть побыстрее Жилинский, мог бы воспользоваться ситуацией. Да, он неплохо сместился в сторону, сконтрил. Но Ислам тоже почему-то остановился и не пошёл за ним. А сделал такую некоторую паузу, на которой Адриан смог отработать. Вот здесь бы апперкоты пригодились и тому, и другому бойцу. Вот в этом размене, который мы видели. Но, кстати, вот Жилинский-то в лоу-кике вкладывается. У него даже слышно, что здесь жёсткие. Так. Очередная была попытка прохода Ислама, но она не увенчалась успехом. И он сам решил побороться с положением своей открытого гарда, но снизу. Ну, а Жилинского два раза приглашать не надо. Да, он, по-моему, готов отработать это положение по полной. Да, мы слышали из угла Адриана Жилинского. Сказали, что он вставал в стойку, где он слушает свой угол и работает, как ему говорят. Ну, такое, кстати, рыцарское поведение проявил Адриан. Адриан мог бы на выходе попытаться ударить Макоева, но специально отошёл демонстративно, дал подняться сопернику. Я думаю, это потому, что он в стойке себя чувствует более уверенно, чем в партире. Опять жёсткий лоу-кик от польского бойца. И ещё один жёсткий пропускает слева боковой. И ещё один поляк. Опа! Это уже стоячий нокдаун, как минимум. Если бы это был бокс профессиональный, то посчитали бы, скорее всего. Ну, хорошая ситуация у польского бойца. У Ислама тяжёлое положение сейчас. Он съел несколько жёстких ударов и гонка по окончании раунда, можно сказать, наверное, спасает сейчас Ислама Макоева. Ну, я думаю, что не спасает. Он мог бы отлежаться, восстановиться, завязав немного Адриана. Но, тем не менее, гонк, конечно, для него был не лишним. Очень вовремя. Ну, не, ну, Саша, на мой взгляд, всё-таки несколько очень серьёзных ударов в стойке пропустил Ислам. Даже было видно. Посмотрим, что будет дальше. Что касается Адриана Жилинского, я ещё раз убеждаюсь, что у этого поляка железная челюсть. Он пропустил навстречу пару жёстких ударов и даже не моргнул глазом. Умение держать удар в любом единоборстве – это большой-большой плюс. А вот, на мой взгляд, поляк это пока продемонстрировал. Посмотрим, что будет во втором раунде. Бой достоин называться главным событием вечера, на мой взгляд. Очень интересный. Ну, давайте не будем спешить с выводами. Посмотрим, что нам предложат бойцы в следующих раундах. Но первый, да, был неплох. Я даже не стану вообще утверждать, кто забрал первый раунд. Даже не буду об этом думать и расплагольствовать. Давайте смотреть вторую пятиминутку. Ну что ж, Ислам Макуев, чёрные шорты. Адриан Жилинский – зелёные. Промахнулся стейкдауном сейчас Ислам. Адриан Жилинский опять взвинчивает темп. Опять работает активно в стойке. И понимает Ислам, что в стойке ему сложнее. Поэтому старается перевести поляка в партер. Проходит у него бросок. Теперь главное – это контроль и рабочее положение. Но мы видели опять же, что Адриан Жилинский неплох в партере. Поэтому ещё непонятно, чем это всё закончится. Тем более, что времени более чем предостаточно. Вы слышите угловых Ислама Макуева. Но особо не даёт, кстати, Исламу разгуляться Адриан Жилинский. Да, он постоянно скручивается, втыкает колени, мешает ему работать. Да, и вот сейчас будет попытка встать. Думаю, поднимается, встает локоточек. Следующим шагом должен встать на колено. Почти. А, и мы видим, как переворачивается ситуация буквально. Такой почти сайт-контроль был у польского бойца. Да, Жилинский просто попытался встать. Ислам на него начал давить массой, а тот использовал его же движение против него самого и перевернул его на динамике. Пытается Ислам сейчас захлопнуть в гарф. Не очень удачно. Опачки. Друзья, вот здесь у Ислама могла бы получиться, но уже не получится там на болевой. Намножко он мог бы уйти, но нет. Опять меняется ситуация у нас. Мы видим, что Ислам сверху. В принципе, Жилинский Адриан может также попробовать повторить то же самое, что он делал. То есть попытаться потихонечку вставать. Да, вот он, в принципе, что и делает. Вот поднимается опять на локоть, опять встает на колено. Да, и, видимо, пытался подняться. Да, Ислам прихватил шею и пытается задушить Адриана. При этом Ислам находится снизу. И все. Перекрыл кислород он Жилинскому. Сдача. И вот так вот во втором раунде, дорогие друзья, кто бы мог подумать. Опять же, очень это неожиданная ситуация. Постоянно у нас менялась. И трудно было предсказать, чем уже закончится данный поединок. Ислам Макуев одерживает победу на выезде. на самом деле достойным соперником. Мы с вами все видели. Поряд был очень непростым, непростым визаве. Тем не менее, Ислам Макуев побеждает удушающим приемом в втором раунде. Теперь уже дайте я скажу и уважение его сопернику Адриану Жилинскому, который показал нам неплохую технику и в стойке, и в партнере. не окончается ни в коем случае. Ну что ж, для вас в этот вечер работали ваши комментаторы Тимур Салимов, который нас уже покинул сегодня, Александр Ворсин и Алексей Уралиц. И мы заканчиваем прямую трансляцию на телеканале Бокс-ТВ из Ольштина. До новых встреч, дорогие друзья. До новых встреч. Игун 13, 24 февраля 2016 года, Олсстит, Хала Уранья, Ясэк Ленартович. Дякую Państwu bardzo. Поздравляю. Желаю доброй ночи. Доброго ночи. Добрый вечер. Добрый вечер. В первую очередь я хотел поблагодарить своих трёх Ислам, Куга, всех своих партнёров Боксана. Еще хотел поблагодарить руководство и Сибирь. Всем спасибо.